Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала АТР, как всегда, по средам вечером программа «Крымский вопрос». Сегодня у нас очень интересный гость – это национал-предатель и русофоб. Я точно вас представил, Константин Натанович Боровой. Как скажете, я согласен на любую кличку. Я просто думаю, что вам, Константин Натанович, приходилось услышать свой адрес в России всякие эпитеты. И на власти-то вы насмотрелись в развитии. Вы как раз закончили быть депутатом Госдумы тогда, когда сменился вот этот Ельцинский период в России, начался Путинский период. Вот скажите, вы тогда представляли, могли себе представить, что это все, грубо говоря, закончится Крым нашим вот этим? В 98-м году я написал, да, в МК, кстати говоря, написал статью, которая называлась «Демократия в штатском». Ее Паша опубликовал. Это Павел Гусев, главный редактор Московского комсомола. Да, 21 декабря, как он сказал, подарок чекистам. И там я описал ситуацию прихода к власти спецслужб в России. Такая резкая статья была, но тогда все это рассматривалось как страшилки. Ну, твоя фантастика такая, да? Да, но это была не фантастика, там, анализ. Нет, я же говорю, как относились, вы же сам сказали. Тогда ведь даже многие правые партии, условно правые, не ультрасы, а вот эти, допустим, правые партии в Польше, там, и так далее, говорили, что возможен реванш, и их считали шизофрениками. Их называли, там, демшизой, шизофрениками, радикалами и так далее. Более того, ведь в сентябре 99-го года я провел в Думе пресс-конференцию о взрыве домов, и то же самое говорил о приходе к власти чекистов, об этой опасности меня осудили все. Борис Абрамович вызвал меня поговорить. Березовский. Да, мы с ним говорили долго, и он сказал, похлопывая по плечу, что, Константин, вы напрасно волнуетесь. Все под контролем. Да, Владимир, абсолютно управляемый, Володя Гусинский, сказал мне, что ты занимаешь непатриотическую позицию. Тогда уже это слово появилось уже, да, в верхней? Да, да, да. И извини, но НТВ, тогда это демократический канал был, «Эхо Москвы для тебя закрыто», сказал он честно. А шли выборы, следующий состав Думы, и по моему округу шел уже Саша Шохин, он прошел тогда. Это ваш округ, это Северо-Запад Москвы, да? Тушино. Тушино. По нему вы избрались по андатному округу, вот в тот созыв, а в следующий уже не избрались. Ну, да, не получилось. Вот, так что все было сказано, все было понятно. Было очень много признаков того, что эти люди двинулись во власть, причем двумя колоннами. Одна колонна – это Евгений Максимович Примаков, так сказать, старая школа. И вторая колонна – вот Путин, его ближайшее окружение. А какая колонна в итоге победила? Путин? Вы не слышали? Нет, я спрашиваю. Мои роли – троги фактически телезрительных. Евгений Максимович снялся с выборов, потому что тогда была организована довольно эффективная компания Сережа Сергея Даренко. Просто уничтожил его из-за того, что он не был. Да, это, конечно, я помню. Вот, и он снялся с выборов и победил Путин. Я не про публичную победу. Вы понимаете, о чем я говорю. Если говорить, что идут чекистские кланы, это же в большей части не публичная история. Вот сейчас какой-то один клан находится, на ваш взгляд, у власти? Нет, это структура таких диванных партий. Партий вокруг Путин. Их много, они конкурируют. Скажем, вот случай с убийством Бориса Немцова показал, что, скажем, клан, тоже условно назовем его кланом, клан Федеральной службы охраны, их клан ФСБ, там и Советы безопасности – это конкурирующие кланы. Там есть еще такой экономический блок, тоже отдельная партия. Это Кудринская история, да? Нет, это системные либералы, это немного другие люди, а вот Кооператив Озеро… А, вы это имеете в виду? Да, там у них тоже конкуренция внутри. Друзья по бизнесу, как бы. Да, их много, и они конкурируют друг с другом довольно серьезно. Деньги, деньги тают, тают просто на глазах, я их понимаю. Это тяжело сейчас людям? Ну, им, конечно, тяжело. Сечну. Это же он создал огромные неэффективные структуры, которые… это госмонополия, Сибнефт, там… Их много очень структур, не все, так сказать, на виду. Биржа нефтяная, биржа газовая, они требуют денег. Это же не предпринимательский… Очень странно, да? Бизнес, который требует денег, они зарабатывают. Очень немалые деньги, там все измеряется десятками миллиардов долларов. Вот, все это требуют, они конкурируют за эти деньги, подставляют друг друга, вот, выкатывающаяся иногда информация сливы. Вот эти вот, против чайки, там, против генерального прокурора, да, или против… Конечно, конечно, против следственного комитета. Это конкуренция за деньги. Это же не просто, вот, структура, там, ФСО, Федеральная служба охраны. Под ней часть нефтяного бизнеса, газового бизнеса, там, торговых домов. То же самое с ФСБ, то же самое с Сечиным, там, Сибнефт. Ну, это такая корпорация, вооруженная корпорация, Россия сейчас представляет из себя. Да. А скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули расследование в отношении чайки, это же делал, по-моему, Навальный. Да. Или, по крайней мере, не делал, но, по крайней мере, он довел это до сведения общественности, очень публично, ярко, и все это было красиво. Фильм был снят, да. А он в этой системе, вот этой конкуренции под… В системе конкуренции под действующей властью, он как-то встроен, или все-таки он отдельный позиционный политик, на мой взгляд? Я думаю, что его используют. Ну, вот простой вопрос, ответ на который вы знаете, наверное. Нет, я ничего не знаю. Нет, нет, я вам сейчас задам. Это Хиня, Саша Хинштейн. Значит, вот он как, оппозиционный политик, или он встроен? Я в свое время делал запрос, как депутат, по поводу Хинштейна, конкретно, что соответствует ли ФСБ, соответствует ли это задача ФСБ, финансировать журналиста, платить ему зарплату, посылать его в командировку. Мы долго будем объяснять крымским телезрителям, кто такой ваш герой, который мы выясняем. Он распечатывал сливы. Ну, вы думаете, что это похожая история с Алексеем Невановым? Абсолютно похожая. Это то же самое. Это сливы. Сливы, которые публикуются и являются результатом конкуренции. Внутри вот этих элитовых кланов. Конкурирующих. Но его слепую используют на выживание? Ну, это я не берусь. Хорошо. Мне не нравится, мне не нравится в Алексея то, что он участвует в русском марше. Это абсолютно недопустимое националистическое действие. И то, что он националист, и, в общем, не скрывает этого. И националист, участвующий в демократическом движении, это человек, который дискредитирует. Вы же на этом разошлись тогда еще с той оппозицией, которая проводила большие митинги, в которых я участвовал, и многие участвовали, но вы не ходили. Ни вы, ни Валерия Ильинична Доводворская не ходили туда. Я очень долго ходил, до 24 декабря, пока Валерия Ильинична не сказал, что давай выбирай. Либо со мной, либо с коммунистами и националистами. Там же, кроме лозунга, там, жиды вон из русского правительства, которые носили на все националисты на все оппозиционные митинги, там же выступали коммунисты, там, Сережа Удальцов выступал. Который Крым наш, и сидит в тюрьме при этом. Кстати говоря, да. Мне больше всего его жалко. И который обещал расстреливать буржуев, если они не откажутся от частной снослисти. И при этом он сел в тюрьму при той власти, которая сделала такой ему подарок в виде Крыма. Ну, это вообще какой-то разрыв мозга для меня, это выражаясь языком интернета. Мне поэтому как-то вот... Вообще, как про оппозицию? Давайте поговорим российскую. Потому что вот у крымских зрителей, они же не так давно вынуждены жить в этой прекрасной системе координат. И некоторые до сих пор жители Крыма питают иллюзии какие-то относительно того, что вот можно бороться за свои права. Там даже в Севастополе, вот город русских моряков, да. Но там пытаются возмущаться, что кого-то назначают и так далее. То есть люди живут в той еще украинской реальности тем еще мыслями, да. А жизнь-то другая в этой стране, в этой системе, да. А вот какова российская оппозиция? И люди смотрят, они думают, а как это будут? Ну, особенно те, кто проукраинский настроен в Крыму. А что будет в Москве? Способна ли нынешняя оппозиция российская объединиться, там, выиграть выборы или не выборы, или соврать вообще массовый какой-то протест? Вот какое будущее у российской оппозиции, как-то важное? Ну, если коротко, надежды мало. Потому что значительная часть российской оппозиции – это фактически кремлевские националисты. Те, кто с Димой Рогозиным воссоздавал русский марш, вот Тор, там, Белов, потом оказались вдруг в оппозиции. Это печальный факт. Левые силы, вот левый фронт, конечно, коммунисты, радикальные коммунисты, которые являются частью оппозиции, которые координируют свою деятельность с системной оппозицией. Но мы не про них все-таки говорим. Вы же понимаете, что, и сам знаете прекрасно, что массу людей, которые выходили на эти 70-тысячные, как минимум, митинги, да, я уж не буду говорить 100, там, ну, 70 точно там было, да, это же масса была либеральной интеллигенции, в принципе, таких людей, как вы, там разных возрастов, но если я просто представлял в шуточной форме, Константин Натанович, ну, вообще, это либерал-западник такой, абсолютно чистый либерал-западник. Наша партия называется «Западный выбор», да. Я вот сейчас официально представлю, да, что это лидер партии «Западный выбор», которую вы создавали с Валерией Ильиничной-Новодворской. Честно признаюсь, это кумир всей моей жизни. Валерия Ильиничная, к сожалению, не видел сел три раза в жизни, с большим перерывом, и вот, к сожалению, нет с нами уже год, больше года. Вот, но я забыл даже, заново, о чем я спросил. О том, да, вот все-таки вот эта либеральная часть, которая составляла массу протестов, и на самом деле люди, вот эти условные 14%, это же немало, а в Москве это совсем немало, да, там больше. Вот угрожают ли они как-то власти? Могут ли этот протест как-то институционализироваться в такую систему, которая поменяет власть России тем или иным способом? Очень простой, короткий ответ – нет. Значит, по нескольким причинам. Значит, причина главная связана она с тем, что в сегодняшней России включены все возможные репрессивные механизмы, пропагандистские механизмы, и люди даже при социологических опросах уже боятся высказывать собственное мнение. Я уж не говорю о, там, активном протесте. Да, эти 30-50 тысяч, они будут выходить на улицу, но это, конечно, недостаточно для того, чтобы, ну, какие-то изменения произошли. Плюс к этому спецслужбы, и это же уже не советская пропагандистская, вот, последних времен Советского Союза, компания пропагандистская. Это очень тонкая, очень эффективная работа спецслужб, деструктивная по расколу оппозиции, по дискредитации оппозиции. Надежд никаких. Я думаю, что вот то, что сегодня обсуждается в России, объединение парнаса и яблока, совместный поход на выборы, даже если это произойдет, в Кремле будут решать. Сколько не получится. Да. И, вероятнее всего, Кремль сейчас очень напуган. Очень напуган, потому что резко ухудшилось экономическое положение, и уже в регионах начинаются, так сказать, протесты. Не против власти, а протесты против, ну, тяжелого экономического положения. Да. Дальнобойщики вот выступали, там, разные группы населения. Вы же помните, Константин Натанович, прекрасно, те времена, когда были протесты социальные. Это же начало 90-х годов, это ваше, так сказать, начало политической деятельности и так далее. На ваш взгляд, в условиях такой репрессивной машины, которую, допустим, в Крыму мы наблюдаем в полном объеме, она там еще хлеще, чем в остальной, так сказать, вот территорию, которая контролируется спецслужбами России, да, в этих условиях, возможно, ну, какая-то ситуация, когда, ну, что-то, что-то может измениться, да? Когда экономические протесты превратятся в политические. С моей точки зрения, нет. С моей точки зрения, экономические протесты, это максимально, что можно в России рассчитывать, именно потому, что очень эффективно действуют спецслужбы, это уже не советские тупые там спецслужбы. А, то есть все-таки развал Союза, это не, как бы, образец для нынешней ситуации? Полной аналогии нет, конечно, и, ну, вот, судя по пропагандистской кампании хотя бы, это тонко, хорошо организованная такая спецоперация. Она, кто-то очень правильно сказал недавно, что Путин стратег не такой, но тактик, так сказать, идеальный. Вот, тактические задачи решаются очень хорошо, очень эффективно, но меняется ситуация, экономическое положение граждан там. Сегодня это уже больше 50% граждан живут ниже. Ну, а москвичи живут значительно хуже, чем они жили, они почувствовали на себе больше, может быть, всех из-за доллара и так далее. И регионы, в регионах рушится система вот этой вертикали власти, способа управления страной, когда все стекается в Москву и распределяется. Даже вот эта система, помогавшая удерживать власть, коррупционная система, коррумпированность чиновников, так сказать, сверху донизу, вот когда были достаточные ресурсы, эта система фактически была укрепляющая... Ну, давали денег там гасили, тут гасили, здесь там добавляли. А в условиях, когда ресурсов не хватает, ну, их не хватает уже на поддержание вот того уровня жизни чиновников, к которому они привыкли при существующей системе, ну, вот, коррупционной. Вот очень хороший пример с Чеченской республикой. Значит, Кадыров, он удерживает контроль над, там, частью Грозного. Это вот крепость, окруженная колючей проволокой, очень серьезная система безопасности. И раньше вот регионы, другие тейпы, он контролировал, так сказать, финансирование. В условиях, когда финансирование сокращается очень существенно, это сказывается в том числе и на нем. В этих условиях и в условиях конкуренции, так сказать, вот, межтейповые, так сказать, ну, внутри общества, естественно, ослабляет его власть. Вы хотите сказать, что, с одной стороны, вы говорите, нет ли тут противоречия. Вы говорите, что холодильник никогда не победит телевизор. То есть, социальные протесты не перерастут в политические. Вот вы только что до этого сказали. С другой стороны, вы говорите, что экономическая ситуация под давлением санкций, там денег не хватает, вертикально разрывается, ну, потому что, действительно, раньше заливали деньгами все проблемы. Ну, и в Чечне это просто как пример, да, не получается. Здесь нет противоречия. Что на выходе-то будет? Это что, верховая революция? Это что? На выходе протесты, на выходе конкуренция вот этих групп, различных элит, которые, ну, вот, региональные группы. У них же ведь выбор, там, не знаю, в Татарстане, например, либо поддерживать сильную Москву, то есть, перечислять центральные власти, там, налоговые поступления, либо решать свои проблемы, потому что у них есть свои элиты, свои граждане. Ну, а как это, как они вообще возразят? Как они встанут? Это, допустим, только в Севастополе еще кто-то думает, что можно там командовать, кого назначать губернатором. Потому что еще не дошло, что решают все не они, вообще они никто в этой системе. Ну, как Татарстанские элиты, там, не знаю, там, Ленинградские элиты, там, областные, уральские, как они вообще посмеют возразить? Это до какой степени должно дойти, грубо говоря, нехватка денег, чтобы вот эта система разорвалась? Это, по сути же, СССР, да? Да. Вот он же так же примерно рушился на безденежных. Ну, да, ну, возникает проблема выбора. Ну, практически у каждого губернатора будет эта проблема. Либо финансировать региональные проекты, чиновники, пенсионеры, там, не знаю, дети. Я понял, ну и что он скажет, в социальном правительстве нам деньги не дам, что ли? Ну, а если он даст денег, значит, ему не, так сказать, на улицу будут выходить люди. Значит, это противоречие там, как, кто будет решать эту проблему, я не знаю. Это зависит... Я примерно представляю себе, как это будет решаться на Дальнем Востоке, так сказать, на выдаленных регионах. Примерно представляю себе, как она будет решаться в Татарстане, потому что в некоторых регионах Урала. Потому что у Татарстана есть опыт... Да, они первые в тот раз, грубо говоря, в тот раз. Опыт независимого существования призывов к независимости. Своим министерством и достранным... Ну, что должно... Во-первых, давайте это уже поконкретнее. Вы очень как профессор отвечаете. Вот когда такая ситуация может создаться, когда вот эти связи, которые сдерживают огромную страну, да, они начнут лопаться, вот как канаты лопаются страховочные, да, и начнется вот эта дезинтеграция, которая, по вашей версии, начнется из-за безденежа. Когда это будет? Это арифметическая задача. Сегодня... Вы же математик. Да. Сегодня этот процесс сдерживается резервными фондами, резервами. Мы к конкретикам дошли. Они тают. Более того, часть этих, так сказать, московских элит, конкурируя за эти резервы, там, та же СИБНЕФ, ну, мы это читаем каждый день в газетах, требует, или там, Газпром, организация, которая, казалось бы, системообразующая, должна была бы кормить страну. Вот в этих условиях, в связи с тем, что она абсолютно неэффективна, она начинает требовать ресурсы, деньги. То есть она залезает в вот этот фонд национального. Сколько его, по вашим подсчетам, примерно хватит вот до стабильности, вот сохранять стабильность этих систем? Гайдара в гибели империи написано, значит, он делал такие оценки, что ресурсы, накопленные, исчезают в течение нескольких месяцев с учетом того, что очень много обязательств берет на себя. То есть Россия социальное было государством, да? Да, очень много обязательств брало на себя, и фактически сегодня резервы съедены, съедены обязательствами. Вот ситуация, когда, о которой вы говорите, когда, ну, нечем будет регулировать, там, курс рубля, когда курс рубля будет, ну, как щепка на волнах, так сказать, на поверхности или в прорубле. То есть сейчас еще регулируется? Регулируется, да. Ну, это максимально через год. Вот. Опять же, все зависит от того, какие будут приниматься решения. Сегодня ведь проблема санкций не очень существенно влияет на... Это скорее такая моральная атмосфера. А что приводит тогда, если не санкции? Отсутствие бизнеса. То есть отсутствие доверия. То есть такая моральная санкция, когда не доверяют России, не хотят в нее вкладываться. Не доверяют. Всего пять банков под санкциями. Но не получают финансированные кредитования. Ну, все фактически российские банки. То есть нет доверия к системе. И к государственной, и, соответственно, к банковской системе, и к законодательной, и к судебной системе. Ну, они разоряются очень быстро. Там по два банка в неделю сейчас. А вы же специалистов в сфере денег. Это много? Это страшно? Это очень много. Это катастрофа. Один банк – это катастрофа, так сказать. Это же еще и, так сказать, начинает действовать принцип домино. Понимаете? Банк, он же ведь должен другим банкам. Он находится во взаимоотношении с ними. Значит, когда он падает, то тут же удар по другим банкам происходит. То есть нужно включать какие-то компенсации. Ну, Центральный банк это пока делает, пока есть ресурсы. Но этот ресурс, который конечен, на ваш взгляд. Конечно. Ну, не на мой взгляд. Просто известная эта цифра, там, сегодня это уже меньше 200 миллиардов. Я просто хочу, чтобы вы взяли на себя некую ответственность, так как вы действительно серьезный человек и с математическим образованием, с огромным опытом, потому что все говорят, что угодно. То есть вот по вашим подсчетам действительно какие-то политические изменения возможны в России спустя год в связи с экономикой. Я бы призвал слушателей, зрителей с Украины не очень надеяться на живительную катастрофу в России. Слушайте, мы сейчас говорим для крымских татар в основном. Тем более для крымских татар. Это было бы хорошо, если бы эта группа Путина и его окружение была отстранена от власти. Не только для Украины и для крымских татар? Конечно. Для России хорошо, и для Украины, и для крымских татар. И прекратились бы репрессии, о которых я и знал, и здесь еще больше узнал в Киеве. Но на это надеяться не стоит. Нужно предпринимать усилия, вот помогать информационному каналу, кстати говоря. Знаете, мы уже устали об этом здесь говорить. Здесь, в России вообще никто о крымских татарах не говорит. Практически. Вот вы, пять человек, ну, десять, вот я в Фейсбуке себе опубликовал список, из десяти-пятнадцать человек, которые в принципе говорят о крымских татарах. Здесь говорят больше. Говорят больше. Но дел конкретных тоже очень достаточно мало. Ну, тут как бы и государство бедное, и задач много, и война, и армия, и все такое прочее. Но бог с ним, ладно. Нет, ну, кроме прямых финансовых ресурсов, есть принятая практика в европейском сообществе. Всевозможные льготы, всевозможные гранты надо за это биться. Хорошо. Ну, мы сейчас не о нас, мы люди скромные и работящие. Я хочу сказать, что несмотря на то, что вот наша программа называется «Крымский вопрос», и мы как бы говорили не о Крыме, а на самом деле весь разговор о Крыме. Я думаю, все наши зрители, а крымские татары очень политически грамотные народы, умеющие анализировать и имеющие такой опыт, некой защиты от пропаганды, какого-то критического мышления, чтобы вы понимаете, что все равно это все касается Крыма. И вот теперь у нас осталось две минуты нашей программы. Я хочу спровоцировать у вас вот на такую вещь. Вы прогнозы делали очень неблагодарные. Ну, вот что можете, вот что будет, вот теперь только про Крым. Что может быть с Крымом вот в будущем, в ближайшем? Крым постепенно превращается усилиями России в безжизненную пустыню. А модель вот этого процесса можно видеть на примере Абхазии, или Приднестровья, или даже Южной Осетии. Приднестровье, то есть это Абхазия, в которой все эти дома, в них уже проросли деревья. То есть вот такое будущее в экономическом плане. Если это долго продлится. Значит, это катастрофа восстановления, после которой потребуют годы. Надо бороться за, так сказать, за возвращение Крыма, в первую очередь гражданам, которым он принадлежал. Значит, вот со мной сейчас ездит помощница, которая вынуждена была бежать из Крыма. Ну, таких много людей. И сегодня ее дом, там, какие-то люди национализируют, занимают. На самом деле ситуацию, ну вот, абсолютно точно, как с крымскими татарами. Просто народ выселяется, и собственность вся переходит в руки людей, которые к этому не имеют отношения. Ну, это понятно. Наши зрители знают, что там происходит в Крыму. Они это все видят, кого выдавливают, кого сажают, кого пугают и так далее. Как, на ваш взгляд, может... Вот давайте все-таки прогноз такой реалистический, точнее, пессимистический, на экономику вы дали. В случае разрешения этой ситуации, ну, там, грубо говоря, смены в любой форме власти в России, да? Что возможно, на ваш взгляд, в связи с этими обстоятельствами, там, денежными и так далее. Что необходимо, в первую очередь. Да, да. Но вы политик говорите, что необходимо. Я вот это конститурую, что это возможно, исходя из ваших слов. Какой прогноз для Крыма дальше, вот если власть в России сменится? Без этого, понятно, обсуждать даже безусловно. Я уже говорил об этом. Нужны законы о реституции, нужно возвращать собственность, в первую очередь, крымские татары. Да нет, уж нам не до собственности. Ту собственность мы, бог с ним, мы новую построили. Мы про Крым говорим в целом. Нужно возвращать собственность тех, кого выдавили из Крыма. Там, украинцы, русские. Понятно. Но что с самим Крымом будет? Это от вас зависит, если это будет демократическое государство. Вот что нужно делать сегодня? Я думаю, сегодня задача номер один – это консолидация, солидарность. Граждане Украины, неважно какой национальности, должны солидаризироваться, ну вот в этой борьбе, в противостоянии, агрессии. Ну хотя бы моральная солидарность. Коротко, это с кем? Между собой. Между собой. Собраться в какое-то сообщество. Как это сделали японцы, которых выдавили, как это сделали балты, как это сделали немцы, ну и так далее. Солидарность. Сегодня это задача номер один – солидарность жителей Крыма. Я бы на месте жителей Крыма, граждан Крыма, ну граждан Украины занимался этим. Это задача номер один. Ну это задача прежде всего для политиков, которые находятся в Украине, и крымско-татарских политиков, и других политиков. Задача в целом для Украины, потому что в Крыму ничего сделать невозможно, там репрессивный аппарат огромный. Но в целом, я думаю, что Константин Натанович, наверное, прав, потому что без солидарности и без общих усилий. Нахвачена чужая собственность. Эта собственность национализируется, перераспределяется. Нужно подавать в суды, нужно мировую общественность призывать, так сказать, решать эту проблему. И для этого нужна солидарность. Вот я искал какую-то организацию, ну вот кроме Меджлиса и Рифата Чубарова, ничего не нашел. Организацию, которая консолидировала бы интересы крымчан. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. С вами можно долго разговаривать, очень опытный человек и мудрый, и много знающий. Я думаю, нашим зрителям было интересно. Спасибо Константину Боровому за то, что он пришел. Это были слова российского политика и российского гражданина. И мы посмотрели с интересной стороны на ситуацию, на будущее Крыма, России и Украины. До встречи через неделю. В это же время всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова